МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цель занятия алкоголя и вождения несовместимы по проекту «Автотрезвость», на который правительство региона посчитало возможным выделить грантовые средства привлечения общественности и, прежде всего, молодежи к борьбе с пьяным вождением. Создание атмосферы общественного неприятия в отношении злостных нарушений именно правил дорожного движения. Наш проект, кроме того, что он является частью международного проекта «Автотрезвость», он также является частью национального проекта «Демография» и подпроекта «Здоровый образ жизни». Концепция реализации проекта «Автотрезвость» изначально предполагала фокусирование внимания на разработку и внедрение учебного модуля в автошколах. Однако даже для пешехода использование пьяных очков достаточно показательно. Занятие очень понравилось, занятие познавательное и как раз практическая часть. Она очень много раскрывала вопросов в плане автотрезвости. Ребятам тоже очень понравилось, вели себя замечательно, интересовались, задавали вопросы. В лекции, которая прошла в рамках урока, прозвучала пугающая статистика. Ежегодно более трех тысяч человек в нашей стране гибнут в результате ДТП, происходящих по вине пьяных водителей. Воспитание в обществе и отторжение тех, кто пьяным садится за руль – пожалуй, один из самых действенных методов борьбы со смертностью и травматизмом на дорогах. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин